Успеть за 20 минут этот официальный норматив для экстренной службы становится практически невыполнимой миссией. Одна из причин самарской пробки и не всегда вежливые водители. Так, только за прошлый год сотрудники ГИБДД выписали около 700 протоколов тем, кто не уступил дорогу экстренным бригадам медиков. Наша съемочная группа испытала на себе тяготы трудовых будней врачей самой срочной службы и проехалась по дорогам областной столицы в машине со спецсигналом вместе с экипажем скорой. Вот так по встречке и на предельно допустимой скорости для обычных пассажиров, как мы, удивительная роскошь. Для Александра Чебуркина привычное дело. За баранкой Газели со спецсигналом он уже 10 лет. Водители со стажем, те все-таки как-то более-менее уступают. Молодежь, конечно, вообще не уступает дорогу. Начинаешь из стороны в сторону вот так вот проскакивать или по встречной полосе уже идешь. Когда бригада спешит на вызов тяжелому больному или наоборот везет тяжелого больного в больницу, возникают определенные трудности при перемещении в городе. Особенно большая проблема это прохождение перекрестков. Для экстренных вызовов, а у нас задача сымитировать именно этот случай, установлен норматив времени прибытия скорой – 20 минут. Выезд на Московское шоссе из дворов по улице Гагарина – один из самых проблемных участков. Затор здесь в любое время суток и сирена не всегда помогает разогнать пробку. Неподалеку дежурят инспекторы. Проводится специализированное профилактическое мероприятие под условным названием «Уступи дорогу скорой». Цель данного мероприятия – привлечение внимания водителей транспортных средств на необходимость предоставления преимущества в движении автомобилям, которые, в общем-то, следуют, может быть, для оказания неотложной помощи. А вот и первые нарушители. Они же и последние. За время проведения акции мужчина за рулем увидел, точнее услышал скорую в последний момент. Я не смог просто резко остановиться на дороге «Гололед». А эта автоледи не сразу поняла, какой маневр намерена совершить машиной экстренной службы. Тем не менее, сделала все вроде как по ПДД. Я проехала чуть вправее, перестроилась подряд, чтобы он проехал. Он, оказалось, поворачиваем налево. Штрафовать сегодня не стали. Оба водителя получили устные предупреждения. Тем более, что нарушили или нет – тут вопрос спорный. Тем временем до места назначения наша бригада доехала вовремя и, на удивление, без особых проблем. Почти 700 таких нарушений было зафиксировано за прошлый год. Это только по официальным данным ГИБДД и только в областном центре. За это грозит штраф от 300 до 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев. Впрочем, сегодня скорой помощи в сопровождении нашей съемочной группы попадались исключительно вежливые водители. То ли автолюбители действительно на один день стали внимательнее, то ли присутствие журналистов с камерами и дорожных полицейских повлияло. Но в ГорГАИ решили – эксперимент обязательно повторят. Татьяна Потоцкая, Александр Ерофеев. Новости губерния.